всем приветик внезапное включение чет захотелось поснимать так сказать на ровном месте как вы можете заметить я щас сижу на стреле обвешанный кустами кстати по накупал нам кустов каких-то чтобы ну посолиднее было и танчик прикрыл и вот теперешнюю стрелу тоже прикрыл вот я выключил стрелу опять же выкачал шилку м и у меня в наборчике остался еще танк то есть сейчас я играю абсолютно без вертолетов как я говорил прошлое может быть даже в прошлых сериях сейчас я играю только на наземке чтобы побыстрее выкачать в общем-то бвм чик и панцирь вот я встречался с вертолетом каким то у него был кое и я его буквально не мог захватить в этот радар вот я нажимаю кнопку я ловлю тут какой-то летающую дрянь да но он у меня не ловился от него исходили красные кружки и короче это сделать было проблематично у нас уже к базе нас поджимают как сопляков может кстати разведку дать я могу дать разведку кстати вы знаете об этом я знаю об этом а подожди кнопку и нажал вот так цель разведана 150 львов заполучено успешно в общем-то все живем не горюем я кстати по подозреваю еще не подозреваю я видел много раз как чела давали разведку им почему-то за это давали очень и очень мало ну львов как и мне сейчас 150 это вообще о чем но теперь дали неплохо так я могу еще кого-то разведать могу почему-то у меня не видит в упоре почему мне до сих пор не убил еще загадка дары они реально нас нулевой приехали давить наш спаун а мы ничего с этим сделать не можем в общем что с этим коэпсом я зашел на сервер дискорд повар тандер спросил у чуваков что это такое не говорят с этим ничего не поделаешь потому что у меня ракеты на наведение идут инфракрасная и к наведения интересно и успею помочь челу этому да помог но 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 я могу сделать ручной захват ручной захват и он все-таки захватится и ракета полетит как бы на ручном у меня управлением хоть папа 1000 львов буду формить на том чтобы их их разведкой убивать смешно я могу так постоянно делать погони могу по 150 фармить реально тапать хомячка нет все-таки нет не вы гляньте вообще какие бабки лута вы сейчас узнаете я уже тысяч пять только на этих заработал на разведках то кто в меня стреляет меня ракеты прилетают я никого не вижу боже а вот теперь вижу так надо срочно разворачивать мою метелку опа пошла ракетка ну-ка 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 но опачки летак знищен туда f16 ушел ну как батя как батя согласитесь как батя вот там еще что-то летит ну чё на через дым не реагирует боже захватись период сейчас выйду смотри мне дадут сразу тык то ну 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 давай 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 родненькой его уже сбили не ну все равно неплохо слушайте мне нравится я разведываю чё-то сбил даже одного ли тачка то что-то происходит у меня тут у меня кто-то ракеты пускает я никого не вижу кстати на этой технике тепловизора нету по крайней мере пока что да вот только и остается разведывать бомжей так ну все игра сыграна в общем ну кстати мне понравилось реально так поразведываю чисто бомжам сейчас понадаю ваще гляньте сейчас будет пять фрагов все смотрят по подлюки одолота сломал да теперь могу бы кануть на него если меня сзади никто не прижмет могу и бы кануть нападлу дайте мне его забрать да забрал забрал так давай маневр коронный отвалился так следующий следующий мансуем за деревом я вижу претендента на смерть он получает свое акинфеев идет в атаку прямая доворот поганая брэдли хочет лишить меня моей жизни короче все неплохо отыграл не принципе к сушке вообще для личной статистики это очень даже неплохой маневр подпускать их поближе ну точнее сначала играть на зенитке твоя команда сливается потом ты берешь обычный нормальный танк и разносишь им хлебальники принципе неплохой план вот 11 разведок вы вообще видели 6 400 6 400 на разведке сделал чисто натапал хомячка то вот не ну увидели вообще как батя реально сыграл очередной раз а стой забыл показать вам потом покажу он окупал какие-то кусты по гайдам не по гайдам блиночки потратил 3000 золото это довольно таки немало это довольно таки чувственно для моего кошелька но с другой стороны на что еще тратить золото хороший вопрос на наклейки какие-то раскраски другие скины нет я считаю если есть преимущество ну и возможно еще как-то сильнее увеличить свои шансы на выживание то можно их сделать когда он зимний режим включается в зиму они еще и таком таким и ним покрываются что как бы немножко даже сливаются совсем остальной со всей остальной местностью кстати смотрите я обычный камуфляж и самый дефолтный я его уменьшил масштаб до минимума и теперь у меня такие тигровые полоски мне вообще нравится а на пустынном камуфляже выглядит еще лучше вот я парочку раз пытался в начале самой игры брать эту стрелу но что-то никто туда никто почему-то в начале не берет летку вертолеты понятно что им подвесное оружие надо крутое взять но я как бы вылетал и на норах каких-нибудь норсах норах я так до сих пор и не понял как это правильно называется в общем вот сюда ехать наверх направо я уже это таким знаете методом тыка выбрал каждый раз не получится потому что тебя вот будут простреливать натурально с половиной карты и оттуда вот вот где подсветили видите и оттуда с горы и там под низом короче отовсюду поэтому никакого особенного смысла нет в этом поэтому я поеду по низу как-то их выуживать что-то по-другому видимо не получится а неплохо почему я его не шотнул чему его не шотнул а вот теперь шотный как говорится чем меньше брони тем больше брони я поеду их объезжать справа наверно пусть они там тусуются я пойду их объезжать вот там к этой он посмотрел на меня блин я ему с ним сдуло но там есть еще один папа и меня съели но там уже какой-то чел накопился на hellfire вот кстати по моему этого вертолета кэп сейчас посмотрим сейчас посмотрим так ща бы еще кого-то увидели кстати а вот прицел с командирской башенки на этой зенитки ночи на зенитках это намного удобнее чем от третьего лица по-моему я гораздо больше места ты можешь увидеть остын чел чё ты взял еще так вот там кто-то я видел я видел опа вот да у него кэп у пакости у это у него кэп это у него кэп это у него кэп жалко нет тепловизора опять же жалко он сейчас будет птурами плеваться я вот так вот его захватывал через вот эти кнопки эфальт и тогда уже пускал ракету как бы она доводилась как будто я им рулю ой кажется по мне летит тур нет да по мне летит тур а этом это самолет меня убил нет это у меня убил спайк наверно самая большая проблема это и птура воски то что у нее дальность спуска пять километров но это вообще по ум не о чем по моему это вообще ни о чем что мне надо что такое авиаудар на самолете минус четырнадцать процентов очков возрождения на самолета за убийство союзником разведанной базового значения минус 7 до преимущество большое согласен так что я хотел показать я хотел показать кусты вот такие взял кусты по два значит получается да по тип а в эти б вот этих трех значит деревьев лиственное дерево пальмовые листья какие-то и береза принципе они вместе смотрятся максимально неплохо потому что если добавить например осеннюю листву как бы ну вы сами понимаете что она просто как этот как вырви глаз смотрится или пальмовые листья они слишком светлым тоже или например что там еще было сосна принципе неплохо но видите она маленькая даже тип а она очень не объемная очень не объемная поэтому я не стал брать но правда кустарник вообще сухостой говорит мне не про что так сказать сосна о это как его солома солома просто какая-то ну такая деревенская поэтому такие три типа кустов я себе понавешал в принципе не жалуюсь за время пока это все делал ну играл 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 я накопил 10 миллионов серебра мне наверное этого хватит уже ну навсегда я не знаю потому что другие ветки я пока не думаю качать и в любом случае вот смотрите например у меня т80 у стоит миллион серебра цена обучения экипажа ну допустим тысяча три ну миллион триста да тут у меня миллион это уже два триста два триста тут будет получается сколько три шестьсот правильно три шестьсот и четыре девятьсот ну короче пять миллионов серебра чтобы купить вот это все остальное принципе она потом еще заработать то есть основные траты пока что я все покрываю даже в более чем два раза вот поэтому премиум техника конкретно на ну чтоб фармить серебро мне пока что не нужно вот я еще хотел бы что у нас происходит может сразу мне на стрелу сесть чисто еще один такой пробничек очень неудобно знаете ли что я не могу посмотреть с какого с какой стороны полетят вражеские значит воздушные техники я этого не могу посмотреть как будто то есть то есть вот я открываю карту не отыкаю на самолет обычно когда ты конечно самолет или вертолет там тебя показывают с какой стороны оно все полетит вот а так как то понять не очень понятно сейчас кстати там подождите что там мекалка показалось чел играет с ником меркова блин ну в любом случае враги у нас он в тот в той стороне спаун у них наземной техники я не знаю просто будем стоять и ждать я тоже слышу кажется как летают ракеты или это ой а я могу же их разведывать кстати я могу же их разведывать она уже разведана понятно понятно обманули чё летит ну что это такое а вы можете мне показать откуда они собираются лететь а ну отлично то есть у нас короче самом начале надо было это смотреть то есть как как дурак получается они аж отсюда летят вот этим тигрулькин камуфляж вообще выглядит по моему очень здорово там это дуралей по моему до сих пор живой где-то это при том что я пустил в него ракету она не попала то ли что мне она не попала никакого не асиста ничего еще сделал себе кастомные вот эти вот надписи всякие попадания там поцарапал гвинтокрылл знищен ли так ликвидован сейчас украинского языка мне так весело становится когда слышу так смешно можно сказать так у меня тут в упоре какой-то пупсик имеется а он обо мне знает но уже нет уже точно не знает вот там прощупать кого-то можно так на уж блин вот сейчас дым пропадет и мне капец дай мне дай мне дай мне секундочку я его нащупал нет я его не нащупал вообще не нащупал он ведь я вижу у него одну башню или как я не понимаю он же сейчас повернется а он это не он я не понимаю что происходит так могу ли я кого-то увидеть до того как кто-то увидит меня ну сомнительно но я его через дуло прошил через маску такое у меня первый раз честно говоря о а я его прям на базе да мне да погоди это он у меня прорисовался у просто обучил не прорисовался перед носом я думал он только появился до трэш трэш так теперь я понял как смотреть в начале игры как но откуда они полетят откуда они полетят то есть у меня сейчас первоочередные цели это он ночи попал на ночь такое бывает нечасто первоочередные цели у меня это панцирь и бвм то есть сначала бываем потом панцирь это первоочередные цели значит второочередные цели у меня ну соответственно все остальное и 90 м и спрут там еще что-то по моему есть какая-то ветка чтобы просто знаете наперед у меня была возможность выкачать сразу новую технику если добавить там какую-то в эти ветки понимаете да чтобы потом мне собственно локти то не кусать а хотя куда опыт должен идти после того как я интересно вот вопрос вот и выкачал все техники наземные допустим да и не наземные там любые любые а куда идет опыт дальше в свободные очки только он и зачисляется так что ли если вот нет техники даже в теории на которую можно потратить эти очки исследований у меня знаете терзают немножко сомнения по типу смогу ли я на стреле без теплака захватывать тут цели в ночном режиме там верт самолет летит у нас тут в пори что-то бэбром с какой-то шуршал так ты надеюсь меня не убьешь а не не убьет вроде что-то странно я ему выбил вроде заряжающего а он башни не смог крутить вот это непонятно было так но можно я думаю съездить посмотреть что там на обозначенном секторе метят мне там тем более кто-то стреляет что-то делает я бы не пропустить никого в борт так кто там кого метил я пока что ничего не вижу скажем прямо может пойти им давить прям спавн как вы считаете я считаю неплохо меня иногда прям знаете немножко пугает когда двух вертолета по моему апач так звучит короче он свистит как газотурбины вот этот бэбром с или леопорд такой свист неприятный но когда он лопастями еще шуршать начинает я это раз слушаю то тогда я понимаю что это вертолет как бы мне бояться особо то и нечего тут у меня в упоре какой-то без x3 на или это мой без мой без вот конечно надо быть поаккуратнее тут стул врага то дам но я никого вообще не вижу тут почему-то до сих пор никого-то и не видать не уж там не дерево с я решил подпортить так ну принципе тут все тут все танки закончились можешь пойти у них . а по отжимать или в борт зайти просто сзади там там кого-то светит метят я пока что никого не вижу уже уже завалили кто-то есть в упоре тут сейчас на как-то поаккуратнее поаккуратнее сыграть на звук наверное я его не вижу вообще не даже не слышу его убили что ли уже ли он заглох и стоит где-нибудь меня слушает я пока не понимаю а вот он стоит на заглох падла слушает заглох слушает вы прикиньте вообще до чего додумался только я так могу делать кстати странно что у меня не убил реально странно интересно мне кто-то поможет вообще захватить . или нет главное куда я должен быть повернут давай хотя бы за эту за этот фонтанчик встану тем не менее уже дал 3 килом совершенно спокойно наши потеряли точку никто на не хочет ехать никто мне не хочет помочь что это было он ко мне бвм к едет что-то помогать наша с 38 там боролась как могла я надеюсь бвм ко мне едет помогать они просто про проехать мимо все таки мне едет помогать тем не менее у нас два павлина на точку бы не собираются хотя нет один собирается все таки я думаю как он мне кто-то в борт не заехал я об этом даже не узнаю наверное отъедем на время артиллерийского удара куда он попадет он вообще не туда попал а они слишком большой разброс взяли кажется бестолково вот он наверно за это катается вокруг да около просто палец и сильно нашу точку кстати за дефали за дефали занимают ее теперь а мы у них точку отбираем там самолеты блин летают я вот просто надеюсь сейчас захватим точку если это возможно я пойду убьюсь об кого-нибудь ну насколько это возможно проживу возле их респа насколько это возможно опять же и попробую там кого кто-то едет кто там едет я никого не вижу мне страшно страшно вырубай и мне просто интересно протестить сможет ли мой этот блин а что ж такое то у нас насилует его кто-то вообще прям безбожно не пробил к сожалению в лдшку про попал ему это старт башка но все-таки бываем к наш ее завалил интересно чё наш челска 50 набил интересно отдал один килл летный один танковый без теплака тяжко мега на зина ночных картах разумеется практически невозможно я бы сказал а тем время положил наши силы не захватили точку б их убили что ли там или или как это вообще произошло наш чел дал дым и ну вроде ему не надо чиниться ладно он кого-то стреляет но я там никого не слышу поэтому а миссия выполнена мы выиграли а мы выиграли от тут смысл был в том чтобы захватить их точку что ли но профан и профан эту свете бестолковая и медали всего лишь очень мало за ночные бои а я вот эту аватарку хочу все жестко так карта линия машина всегда езжу тут и никогда не жалею или карта когда маленькая вот тут проезжаю ну короче вы поняли пошуршали закончил я элден ринг получается а во что играть дальше пока не знаю но вот буду видимо в онлайн игрушки играться я думаю кстати тарков скачать еще раз в него поиграть потому что я выкладывал видео забавное довольно таки как я за три месяца зашел сарков поиграть просто собрался вот все собрал кроме наушников забыл наушники надеть его прикиньте выбегаю прям вот это первые 10 секунд рейда произошло выбегаю выбегаю на свою позицию и тут я нарываюсь на тагилу и он меня собственно ложит ну буквально там здесь 10 пуль вот а если бы я был в наушниках я бы его услышал сто процентов потому что ну во первых он был от меня вот от моей точки спавна метров 30 получается максимум и тагила всегда в начале катки или чё-то орёт или хохочет как пьянь какая-то подзаборным короче вы поняли вот такая ситуация произошла из-за того что я забыл надеть наушники вы поможете себе представить еще ага так я тут один и ну арту вот сюда вот наверное наверное но и тут у него еще и дружки поди есть да у него есть дружки я вообще не заметил эту дрянь жесть но это я больше виноват так давай на этом спавне сделаешь потому что там гор побольше и видно получше со ответственно чё происходит вообще я не не успеваю со спавна выйти тут уже валит кого-то он там чуть летит это дрон наверно или самолет очень далеко но он не захватывается даже какие-то ракеты у меня пролетают тут блин ты 34 85 у нас чел взял не это все-таки самолет но у меня не захватывается ну 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 стреляй же почему не стреляет что за идиотство это шок это как понимать вообще ну пакостя какая последняя ракета у меня было это ушла в лтц но бред понятно так и скажите ненавидеть ну да и какая-то мразь его сбила да вот не может его сбить я не могу его сбить когда я создан для того чтобы сбивать эти вертолеты понятно понятно да думал сейчас выкачу и стрелу ой как будут всех сбивает дальность пуска 5 километров он он просто даже не захватывает там что дальность наведения в заднюю полу сфи уверен давай с 38 сломаем у ствол падали но что-то сломал слушайте реально а меня починишь дружок вот такой намек ему дадим починить реально чем не хочет а оттащить давай давай он сам по моему не понял как это делается или или это я чуть не правильно делаю но все тащи меня ну чел или сон хочет вообще понятно о о о а и тридцать четверка даже его не за ваншурку боже да уж ну что я вам могу сказать я представлял геймплей на зенитке себе чуть красочнее четыре ракеты слишком мало вот 12 это самое то как у панциря по моему нет 12 штук у тунгуски 8 но это не точно я поеду кстати их объезжать по вот этому дальнему мосту потому что по ближнему они по-любому попрутся вот просто мега 15 миллиардов процентов вот кроме пустынных карт у них всегда примерно понятно как летают их самолеты вертолеты откуда вам вот так это смотрится то есть принципе если стать возле кустов наверное меня и плак будет не очень видно но максимум вот эти вот пулемет с башенкой и гусеницы остальное упрятал так чтобы казну так было не очень видно водительскую коморку но единственное что знаете на этом танке бесполезно закрывать нлд потому что ну вы сами видите вот этот ковш он четко разделяли где влд где нлд поэтому вообще в принципе для опытных игроков это никакой сложности не составляет ну там кто-то котится по моему уже может мне тут постоять хотя я чувствую добром это не кончится ладно я покачусь дальше на мост свой вот он доедет так ладно принимаем позицию атаки немножко постоим вот тут и не самый лучший выстрел скажем прямо но я хотя бы в него попал это уже чего-то да стоит наверняка сейчас к нему на подмогу приедут еще какие-то тюлени а вон он кстати стоит и он меня не видит почему-то врываемся в бой а он почти доехал до моста надо отдать ему как бы должное он почти доехал я бы еще самому в речку не упасть такое было немало раз я вам честно скажу падаешь в речку и как бы и все далее я поеду на вот этот вот мост там какая-то зенитка нашего чела оформляет или какая-то ну скорострелка непонятно я поеду и под вонять под воняю поеду и котится что-то а чё-то котится да ладно вообще вы видели от третьего лица как батя его просто съел с потрохами так еще что-то тут котится понятно понятно это что такое это блин это брэдли вонючая я тоже забоялся ее я вам честно скажу это что-то лупит наугад дуралей да что ты там господи вы делаешься куда тебя пробивать дура а куда тебя пробивать дура ну ладно хоть и и пробивать пулемета куда тебе убивать я же те выстрелил прям под башню бред сумасшедшего бред сумасшедшего так ладно попробуем летку по уничтожать если это вообще возможно я у нас тут это тунгуска да это тунгус очкам еще одна тунгуска а у них ракеты летят на 200 метров быстрее чем мои ракеты между прочим в меня пытались пустить птур кажется я никого не вижу кстати кто-то видит прицел тут просто конский разведаем это это израильский какой-то рамс огол блин ну я не вижу никого полнарно потому что у них никого и нету хотя что значит парашютист то что он выпал из самолета своего ли что или это значит что он как за какой-то летной техникой сидит сейчас это мне кстати наверно кусты спасают то что мне так не особо видно я вот тут между этими стою наверное да поэтому меня этот рамс огол как бы и не увидел у нас захватывают точку бе а если ее захватит то мы автоматом проиграем поэтому в кого не стреляют но это я плохо это я плохо по сторонам смотрю ну почему я не могу почему я не могу выстрелить так вот теперь он его захватил вроде как до убил нормально надо еще посматривать вверх это все-таки самолеты правильная только вертолеты еще вон там еще пакость катится к это ну а он его не захватывает как там дальность захвата в заднюю полусферу сколько сколько у него сдались захвата заднюю полусферу 11 километров это просто смешно почему я смотрю начал ли он его не может захватить я понимаю что у меня убил еще другой челс дрона но блин почему я того не мог захватить даже ладно пустить я захватить не могу ну вот еще один любитель да я не понимаю таких челов они идут на большие ранги и берут вот как в одной из прошлых каток было вот эту зенитку немецкую вообще довоенную какую-то то сейчас чел взял вот это вот там ты 3485 взял чел ну то есть буквально я бы понял если бы war thunder и была такая знаете я пропустил это согласен такая система прокачки что знаете ли ты можешь прокачать только одну технику прокачать и кататься на ней тогда бы я понял почему они в набор себе берут еще вот эти вот старые машины неактуальные но когда ты не можешь скакнуть на следующий ранг если ты не выкупил по моему четыре или пять машин своего ранга но понять невозможно тут саде где-то вертолет катается хотя он наш так время надо иметь особым дымом так сказать чтобы нас не было видно когда закончится вот эти дымы ну не так чтобы сильно видно я понимаю что чуть через тепловизор нас все равно будет сильно видно но посмотреть по сторонам обязательно да вот в общем то и все ну и плевать принципе так отстань да не посмотреть у них понятно отсюда га то есть из-за этой дамба я вообще фиг что увижу понятно внимание и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что такое? Это невероятно вообще, ракеты так по-идиотски летят Ну хотя бы сбил, на том спасибо Там где-то еще был этот Вон там вот этот Вот интересно попадет, не попадет с первого раза Сбил, сбил с первого раза, балдеж Балдеж Вот видите, преимущество какое небольшое Хотя этот вертолет мега тупо сыграл, конечно, но... Всегда надо смотреть Откуда они вообще могут прилететь Это наш самолет уже летит Или... Или нет Там еще что-то летит, я слышу Точно-точно, самолет, какой-то реактив летит Ну самолеты так... Вертолеты так не звучат, правильно? Это ракеты так летают или самолеты, я не понимаю Да, это К-50, вихри пускает Я понял, что это за звук А я думаю, что это там за техника у нас вдалеке Подумал, самолет может Внимание на карту! Внимание на карту! А вон там, что это такое? Кто-то понял? Это самолет летит? Так, надо... Точнее, назад мне надо немножко отъехать Чтобы его хотя бы как-то наблюдать Я демонтируюсь Внимание на указанный квадрат! Куда самолет подевался? То есть у них обе базы за вот этим... За вот этой дамбой, в общем Он улетал оттуда То есть он мог, в теории, за горой пролететь туда И поехать чиниться Кстати, у нас все техники выбиты На том респе И поэтому Я остался тут один А ко мне едут тем временем Так, интересно Если я куда-нибудь спрячусь Меня заметят? А, он где-то подо мной проезжает, да? Я пока что как-нибудь так спрячусь И буду смотреть из-за этого В надежде на спасение То есть я ничего не могу не сделать Танком, конкретно танком Я ничего ему не могу сделать Почему у меня Лагает так этот 139 наш Потому что ракеты у меня На технику в принципе Не лочатся И наводить-то я их вроде как Никак не могу По наземной технике Вот там Ты же, там что-то летит? Там что-то летит Так, ну-ка Давай Не успел Ага, тут еще один Тут еще один Но я их не могу словить Они далеко Точнее они Ну отстань, чел А я почти еще кого-то бы поймал Ладно, дно катка абсолютная 916 опыта То есть Сколько стоит Что вообще За два Сбитых Короче За два сбитых воздушных целей Мне дали 5000 серебра И 700 опытом То есть По-моему честно По-моему честно К бою Экипаж к бою Механик-водитель к бою готов А вот К бою готов Я их не знаю Я их не знаю Собирай Собирай Экипаж к бою Тренковые цели Мне кажется Вот Днят Редак Я скорее всего они уже проехали Тут вообще перешейк Что-то арту по-моему Бездарно дал Да, уже едет падла какая-то Бестолково сыграл, согласен Что уже мозги плывут просто Вот странно, да, почему наши челы Почти каждую катку Сразу берут летную технику А вражеские практически нет Интересно, куда мне лучше встать С этой Штуковиной тут А тут неплохое окошко, кстати Я не посмотрел Откуда у них Взлетные базы Внимание на карту А что воздух? Что они мне этим хотят сказать У нас деривация по кому-то стреляет По елкам Еще одна точка у нас Преимущество на нашей стороне Я дождусь патура вертолетного Я чувствую, рано или поздно Вот так вот стоя Воздух Вижу, но он не захватывает его Он его отказывается захватывать Что за лол? Ну, он захватил на секунду И не захотел стрелять Вот Ну, что это у меня кнопка не жмется Что за идиотство Лол Попався И все равно попался Видимо, я не знаю Это сделано С надеждой на то, что Оно не такая имба будет Так что ли получается А моя ракета Первее полетела Но она куда-то вниз Сейчас костила Непонятно куда Непонятно зачем Панцирь помешал Моей ракете, падла Там еще какой-то летачок, кажется Или это уже Или это уже все Ну, хотя бы одного самолета я сбил Не, главное наших Он сразу берет в цель Сбивает Вообще, как за здрасте Угу Они так далеко Я понял Но Из-за того, что он так далеко У меня плохо Они наводятся Видимо, так получается Или я не знаю Уж по-другому Вот сейчас Пять километров будет Правильно? Вот Пять километров Три километра даже Но он разбился, да? Дуралей А-а-а Что там еще Кто-то летит Да пока не видно Но у них Вы заметили Как будто Вообще Не единого вертолета А я могу Свой дрон Сбить Интересно Да Могу свой дрон Сбить Странно А на чужой дрон У меня Эта ракета Не наводилась Так Что-то летит Я дождался Птура своего Не, ну в любом случае Пять километров Это ни о чем Это вот просто Ни о чем Это вообще Как будто Бесполезно Что я не знаю Даже насколько Тем временем Я как-то еще Умудряюсь Прокачивать Неплохо Свой этот Свой ушку Свой ушку Ну на последнюю катку Запишу И потом уже не буду Ну потому что Это Просто такая Рутина тягомотная Вот это все Выкачивать Когда еще Техника В принципе Аппарат Не может Захватить Кого-то Ну Бред Неплохо Сегодня Кстати знаете На удивление Сегодня я неплохо Спал Знаете Как добиться Этого успеха А я вам скажу Вам нужно Не сидеть В телефоне В кровати Вот в кровати Вы должны Приучить свое тело Что если вы ложитесь В кровать То вы сразу Спите Вот это Это просто Немыслимо Легкий факт Но если вы его Осознаете Вы будете Настолько быстро Засыпать Что я даже Не знаю Да уж В общем Я последние Три дня Пока Восстанавливал Режим Сейчас Я вроде Как его Уже Восстановил Короче Что я Делал Я ложился На кровать Приблизительно Вот лучше всего Если вы заснете Например С 22.30 До 23.30 Вот в течении В этом промежутке В общем Это будет лучше всего Вот Вот Значит Вы Ложитесь На кровать Вы убираете Телефон И все И все И так Несколько дней Если у вас Сразу не получается То есть Вы организм Приучаете Что если Вы ложитесь Принимаете Так сказать Положение Лежа То все Вы уже Спите И это точно Вот я Себя Приучала Тому Несколько дней У меня Раньше Это было Короче Но я Иногда Этим Пренебрегалась Сейчас Я понимаю Что это Самое Главное Реально Вот это Самое Главное Потому что Если ты сидишь В телефоне Немножко Потом Ты значит Пытаешься Уснуть Но у тебя Организм Уже не Примает Он думает Что сейчас Ты будешь Работать Напрягает Мозг И вообще Все мысли В голову Лезут Что вообще Ничего Невозможно Вот Поэтому Могу Вам дать Вот такой Совет Летки У них Не видно Кстати Вообще Я кстати Не посмотрел Блин Откуда У них Взлетные Полосы Пока Даже Вроде Никого Не бомбят Из наших Самолетами Вражескими Самолетами Вертолетами Там Меня не видно Меня не видно Научился Стоять Настолько Недвижимо Что Меня Не видно На этом Я заканчиваю Свою серию Всем Спасибо За просмотр Всем удачи Всем пока